Приветствую всех искренне любящих Христа. Хочу поделиться одними историями из моей жизни, которые случились в Воронежской области в городе Лисках. Во время проповеди на улице, где находится Дом культуры, я проповедовал о единоборстве Давида с Голиафом. После проповеди перед народом Божьим и вообще перед присутствующими подошел ко мне один высокий, очень такой солидный парень. Ну, он был русский и был пьяный. Он сказал мне, ну-ка пойдем. Я сказал, куда? Он сказал, за клуб. Я говорю, боже мой, сейчас будут бить меня. Я что, должен защищаться или что делать? Господи, помоги меня. И я все забыл. Забыл, что я должен делать. Забыл, что я проповедник серьезный. Я забыл все. Я говорю, Господь, дай мне мудрость. Дай мне, Господи, понять, что мне делать. И вдруг он мне говорит. Говори. Я говорю, а что говорить? Он говорит, говори что-нибудь. Я говорю. В начале было Слово. И Слово было у Бога. И Слово был Бог. Оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть. И без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеком. И свет во тьме светит, и тьма не обвела его. Был человек, посланный от Бога, имя Его Иоанн. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был истинный свет, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через его начало быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. Но тем, которые приняли его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. И они не от Бога, простите, не от плоти, не от крови, не от хотения мужа, но от Бога родились. И Слово стало плоти, и обитало с нами, и мы выделили славу Его, как славу Единородного Сына, посланного от Отца. Все это сказал, и я забыл все. Снова забыл. Забыл, что я должен говорить. Серьезно, что-то случилось там. Я ему говорю, готов ли ты принять Христа, как личного спасителя? Он отрезвился и говорит, а как это должно делать? Я говорю, сейчас будем молиться, молить твою грешника. Готов? Он сказал, да. Он помолился со мной, он принял Христа, свое сердце перед Богом. И через три дня он встретился со мной в другом месте и так просил прощения за случившееся. Я был очень рад. Ну, я человек, я ничто. А вот тот, который живет во мне, его зовут Иисус Христос, он силен. Он силен. И вот из ничтожного он ищет и выносит драгоценное. И такого, как ничтожного, как я, он часто употребляет. Слава Ему. Аминь. Аминь. Аминь.